Сегодня мы поговорим о пяти причинах, почему каждому мужчине стоит подумать о том, чтобы побрить голову. У нас в гостях Исон из The Style Jumper. Я проходил курс молодого бойца в корпусе морской пехоты. Мне там обрили голову. Исон, я слышал, ты был моряком, и у тебя был такой же опыт. Да, но я побрил голову до этого, не хотел, чтобы меня там зарезали. Давай поговорим о происходящих тогда изменениях. Ты пришел туда напуганным гражданским. И в течение этого года ты получаешь мышление, я должен тренироваться, чтобы получить этот навык быть воином. И бритье головы это большая часть этого. Именно потому что каждому бреет голову, это уравнивает всех. Мы все заодно. Нам всем нужно выполнить одну миссию. И лысая голова означает, что вы проходите эту трансформацию. Первое, почему каждому мужчине стоит подумать о бритье головы, это ассоциации. Давай перечислим крутых парней в истории, которые брили головы. Я начну. Сэмюэль Джексон, Ганди, Скала, Джефф Безос, Вин Дизель, Брюс Уиллис, Патрик Стюарт, Майк Тейсон. И давайте поговорим о парне, который сделал бритую голову крутой, и это Майкл Джордан. Он появился в баскетболе и не истовывал во время игры в НБА. И, по моему мнению, он все еще самый лучший игрок в НБА всех времен. Абсолютно. Он сделал бритую голову крутой. Антонио, каждый пацан просил родителей побрить его, как Джордана. Ты хотел быть крутым, поэтому ты либо носил сникерсы, или делал крутую прическу. Далее смелость. Исана, расскажи мне об этом. Ты каждый день бриешь голову, но когда ты сделал это в первый раз, это был смелый шаг, так? Я должен был побрить голову, потому что я не хотел, чтобы была щитина. К тому же я начал терять волосы. Поэтому я был вынужден сделать это и быть смелым, чтобы поддерживать такой образ. Ведь в головах у большинства парней состричь волосы – страшный сон. И нужно было себя заставить побриться, потому что ты сразу все не вернешь. Одна из проблем смелости в том, что будут люди, которым понравится ваше решение, и те, кому нет. Но я считаю, что всегда лучше быть на грани и получать реакцию. Человеку может понравиться, а может нет. А вот самое важное то, что тебе нравится. Далее поговорим о науке. Что происходит, когда вы бреете голову? В исследовании 2012 года, опубликованном в журнале социальной психологии и науке о личности, было обнаружено, что бритоголовые мужчины расценивались на 13% доминантнее, на 6% увереннее, на 10% более мужественными. На 3 сантиметра выше, 13% сильнее, около 4 лет старше. Эти цифры выглядят достаточно хорошо, особенно где речь о доминировании и силе. Исон, что ты думаешь? Цифры великолепны, но есть одно, с чем я абсолютно не согласен, Антонио. С чем же? Что мы выглядим старше? Мне говорили, что с бритой головой я выгляжу моложе. Далее в исследовании говорится, что худшей прической, которая может быть у мужчины, это плешь на макушке. Если у тебя плешь на макушке, ты уже параноик. Вы беспокоитесь о том, что скажут люди. Они смотрят на плешь, она на затылке, на макушке. Могу я опустить голову? Если вы просто побреете голову, вам не придется переживать. Далее переосмысление того, что ты прошел через это. Следующая причина переосмысления того, что ты прошел через это. Когда вы побрели голову, вы смотрите в зеркало на себя и видите нового человека. Это то время, когда вы способны перейти от вашего гардероба к вашему телу. Поговорим об этом. В твоем гардеробе есть вещи, которые отличаются от вещей, которые ты носил, как если бы у тебя была шевелюра. Согласен, и аксессуар номер один в моем гардеробе – это шляпа. Шляпа нужна для того, чтобы прикрыть голову. Так вы ее защищаете. Но также она дает вам разнообразие. Хочу добавить, что это еще и функционально. Вы надеваете шляпу, и ваша голова не обгорит на солнце. И к тому же тебе открывается целый мир шляп. Исон, еще один факт о тебе. Не каждый знает, что ты начинал в роли персонального тренера. И когда ты побрил голову, тело получило больше внимания. Это позволяет фокусироваться еще на чем-то. Меняя свое тело, вы переосмысляете свой внешний вид. Ведь все эти годы вы видели себя с волосами. Работая над своим телом, вы создаете себя, приходите в форму. И чувствуете себя более уверенным. У нее не получится запустить руки в ваши волосы, но она не упустит возможности прикоснуться к этим пушкам. А, да, она не упустит этой возможности, Антонио, конечно. Далее поговорим о важности растительности на лице, когда у вас бритая голова. Антонио, все меняется. Вот у тебя была густая шевелюра, а вдруг нет. Добавь растительности на лице, добавьте еще одну точку фокуса на вас. К тому же придать форму своему лицу с помощью стрижки бороды. И сейчас бороды очень популярны. Поэтому она даст вам еще один повод быть крутым. Далее поговорим о зрелости. Если ваши волосы стали реже, и вы решили что-то менять, вы принимаете осознанное решение сказать «пока» волосам. Вы говорите «я осознаю это». Это зрелое решение. Исон, ты принял это решение относительно молодым. Сколько лет тебе было, когда ты решил сделать полный переход? Мне было где-то 32 года, когда я решил, что мне нужно брить голову. Это было сознательно. И как это было? У тебя была лысина спереди? У меня была залысина на макушке. Как раз мы говорили о морфлоте. Всю жизнь я мечтал отрастить большие дреды. А в итоге я в армии начал жизнь, и начал ее лысым. И тогда я начал думать о своей карьере. Что важнее? Могу ли я оставить суету? Ведь волосы это в какой-то степени морока. Мне нужно двигаться вперед по жизни. Думать начать о карьере. Какого рода требованиям я должен соответствовать для своей жены, семьи, карьеры. Эти вещи стали более важны. Что у меня внутри, а не то, какой я снаружи. Ну ладно, друзья, теперь ваша очередь. Я хочу увидеть ваши комментарии. Я знаю, что многие скажут. Антонио, тебе стоит побрить голову. Если вы хотите увидеть, как я выгляжу, побрившись на лысо, просто напишите The Rock. Я выгляжу очень похоже, наши тела идентичны. Но нет, я не буду бриться, мне нравятся мои локоны, и я не лысею. Но если это произойдет, я обещаю, побрею с на лысо.